И прольется свет, как сказала Даша. Но мне уже хотелось бы представить гостя, который прямо сейчас готов поздравлять и, наверное, рассказывать очень интересные новости. А сегодня у нас в гостях Евгения Горькова, режиссер премии «Общественного признания. Преград нет». Доброе утро. Скажите, действительно ли «Преград нет»? Безусловно. Я думаю, что за шесть лет нашей премии, а наши зрители, наверное, неоднократно слышали об этой общественной премии, премии «Общественного признания», мы убедились действительно в том, что действительно преград нет. Эта премия создана специально для стимулирования активности интеллектуальной, спортивной, творческой деятельности детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья нашей республики. И за шесть лет 650 анкет мы получили. Из 141 лауреатов получили свои кубки, свои награды из рук главы республики Крым. То есть это о многом говорит. А в этом году, на шестой церемонии, рекордное количество анкет, 170 детей прислали нам свои анкеты. А сколько же из них получат премию? Получат, смотрите, сначала, изначально, вот шесть лет назад, это было 25 кубков по количеству муниципальных образований районов нашей республики. Но мы поняли, что настолько, вот вы говорите, если такое понятие, да, преград нет. Потому что, когда мы рассматриваем эти анкеты, когда мы смотрим, что достигают наши ребята, казалось бы, с ограниченными возможностями здоровья, они являются лауреатами и победителями международных конкурсов, фестивалей, даже среди обычных детей. Они побеждают в олимпиадах, они побеждают в спортивных соревнованиях. И поэтому, когда мы видим, вот, например, в этом году 179 анкет, нам очень сложно выбрать. И было принято несколько лет назад решение, что если в муниципальном образовании менее 100 тысяч человек, это один лауреат, один представитель приезжает. Если это более 100 тысяч человек, до 200, это два, ну, если более 200, то три лауреата. И то очень сложно, потому что есть такие города, есть такие районы, где очень много анкет. Это и Симферополь, Бахчисарайский, Роздолинский район, ну, и еще несколько районов, в которых действительно деток много, которые действительно достойны награды. Скажите, а какие направления участвуют в конкурсе? Живопись, графика, танец? Дело в том, что это не является ни фестивалем, ни конкурсом. Была премия специально в 2014 году, инициирована нашим фондом, поддержанной главой. Уже шестой год организовывают эту премию Министерство внутренней политики, информации, связи. Подключаются разные другие министерства. И мы придумали это не как конкурс, а как признание. То есть за эти года дети, зная, что в конце года, в День Святого Николая Сергей Валерьевич вручает эту награду, и ценные призы они весь год стараются. Они весь год в разных направлениях. Это и интеллектуальные, и спортивные, и творческие. И уже присылают нам, чего они смогли достигнуть за этот год. И мы уже смотрим. Дело в том, что есть такие истории, ребят, которые 4 года подаются. И мы видим их динамику, мы видим, как они развиваются, насколько больше они участвуют в конкурсах, фестивалях, чемпионатах. И мы, конечно же, предпочитаем именно наградить таких ребят, которые не опускают руки, а стараются. То есть вы, получается, наблюдаете и прослеживаете судьбу каждого из участников. Конечно. Дело в том, что ваш телеканал каждый год снимает в преддверии премии, а следующая вот эта премия у нас будет 19 декабря в Государственном экономическом музыкальном театре Республики Крым. И ваш телеканал каждый год ездит и снимает, что произошло в течение этого года, как повлияло это награждение, как повлияло эта премия на деток, которые стали лауреатами. И мы видим вот по этим видеороликам, насколько для них это важно. Кубок стоит на самом главном месте в их комнате. И действительно, и окружение ребят видит, что они достигают. Другие их ребята знакомые тоже пытаются получить эту награду, а значит, больше стараются, значит, мы их стимулируем. Ну и, конечно же, обычные ребята, которые не с ограниченными возможностями, смотрят и думают, если они смогли, почему я не могу? Почему у меня есть преграда? У меня преград нет. Это была очень интересная беседа. Я, правда, не успела вставить вообще ни одного слова. Прости, пожалуйста. Ну, Саша, ничего страшного. Я так просто увлекся, рассказываю. Хорошо, что ты Евгении дал слово вставить. Вы так заряжаете энергией. Несмотря на раннее утро. Оно бывает тяжелым для тех, кто поздно заканчивает работу, но несмотря на раннее утро, это, конечно... Ну, на самом деле, энергией вы заряжаете невероятно. Можно еще последний вопрос? Можно. Так, но мне интересно. Вы знаете, я всегда пытаюсь осветить такой вопрос. Ведь на самом деле очень много людей остаются за кадром. Тех людей, которые организуют фестиваль. Сколько человек участвует в организации? Ну, я хочу сказать, что в этом году в церемонии награждений артистов вот у нас инклюзивное открытие. Участвуют 400 человек, 100 из которых с ограниченными возможностями здоровья. Это ребята совершенно разных на залоге. Также понятно, что пишется музыка, пишется сценарий, придумывается идея. Идея в этом году – дверь к счастью открыта для всех. Вот перед детьми с ограниченными возможностями здоровья эта дверь закрыта. Они в нее стучат. И мы в своем, вот, например, в прологе мы показываем, что государство помогает открыть эту дверь. Самое главное, чтобы ребенок и молодой человек захотел сделать этот шаг вперед. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что мы с вами тоже поговорим. А то я просто сидела и создавала вам компанию. Мне было приятно находиться в вашей компании. Но я с удовольствием напомню, что в гостях у нас была Евгения Горькова, режиссер премии общественного признания «Преград.нет». Продолжение следует...